В это их 6 августа родился Аполлинарий Воснецов. Живописец-искусствовед, участник выставки передвижников, брат Виктора Воснецова. 6 августа 1502 года считается датой начала работ прославленного иконописца Дионисия по росписи стен Ферапонтова монастыря. 6 августа 1585 года считается днем гибели Ермака во время неожиданного ночного набега татар. 6 августа 1723 года нового стиля отмечено штурмом русскими войсками города Баку. Это был эпизод персидского похода Петра Великого. 6 августа 1940 года в состав Советского Союза была принята Эстония. 6 августа 1021 года в Выжгороде был освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Они пали от рук убийц ровно за 6 лет до того. Борис и Глеб были сыновьями киевского князя Владимира Святославича, того самого позже канонизированного крестителя Руси. В православие этот русский правитель обратил, конечно, и своих четверых сыновей. Однако ничто не помогло одному из них не уподобиться греху Каина, совершившему бродоубийство. Скажем, одни из современных историков полагают, что убийство Бориса и Глеба было выгодно Ярославу Мудрому, который отправил на преступление своих варяков. В доказательство этому приводится информация из летписи, что Борис и Глеб были единственными союзниками своего старшего брата Святополка, предъявившего права на киевский престол. Однако большинство исследователей, да и современников событий, однозначно придерживаются того мнения, что преступление было делом рук Святополка, не зря получившего прозвище Окаян. Когда увидел дьявол, исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни, и как в древние времена Каина, замышлявшего бродоубийство, уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, ведь хотел перебить он всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть. Так гласит старинный текст памятника древнерусской литературы, сказания о Борисе и Глебе. Святополк вероломно лишил жизни старшего брата Бориса, а затем и молящегося о убиенном брате Глеба. Но трона ему это кровопролитие не принесло. Между Святополком и другим братом Ярославом началась междоусобная война, закончившаяся поражением братоубийцы. По информации же повести временных лет, Святополка постигли паралич и безумие. А Ярослав Мудрый после вступления на Киевский престол щедро наградил новгородскую дружину, помогавшую ему разбить войско врага. Отдал должный Ярослав и своим невинно убиенным братьям. Мощи Глеба были принесены к месту захоронения Бориса, к церкви Святого Василия, где в 1021 году они были обретены и где вскоре начали происходить сотни случаев чудесного исцеления людей от болезни. Иногда и победу, одержанную князем Александром Невским над шведами, называемую Невской битвой, относят к заступничеству Бориса и Глеба и к молитвам, возносимым к их именам. Борис и Глеб стали первыми исконно русскими святыми. Они были канонизированы, как мученики и страстотерпцы, стали покровителями русской земли и небесными покровителями русских князей. Беззлобие, непротивление врагам и мужественное принятие смерти в этом заключался православный подвиг двух святых, имена которых почитаются и в римско-католической церкви. Борис под именем Роман Русский, а Глеб под именем Давид Польский. «Воистину мы, цесари, цесарям и князья князья, ибо вашей помощью и защитой князья наши всех противников побеждают и вашей помощью гордятся. Вы наше оружие, земли русская защита и опора, мечи обоюдоострые. Ими дерзость поганых низвергаем и дьявольские козни на земле попираем». Так говорится в сказании. В памяти святых по всей Руси начали строиться белокаменные церкви. В Ростове, в Суздале, в Рязани, в Великом Новгороде. Бориса и Глеба веками помнили все. Получается, что именно в страстотерпце, воплощении чистой страдательности, совершающем никакого поступка, даже мученического свидетельствования о вере, а лишь приемлющем свою горькую чашу, святость державного сана только и воплощается по-настоящему. Лишь их страдания оправдывают бытие державы. А почему так? Об этом нужно думать обстоятельно и неторопливо. Так небезинтересно подытожил эту историю Сергей Аверинцев, один из русских историков и культурологов.